Привет! Мы с вами находимся в Хамовниках, недалеко от центра города. И здесь от Смоленской улицы до 2-го Труженикового переулка и улицы Еланского проходит улица Плющиха. Ну, знаменитая улица. Недалеко находится Москва-река, Садовое кольцо и станция метро Смоленское. Улица двустороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее немного превышает 1 километр. Раньше была дорога на Смоленск, которая до конца 16 века как раз проходила по этой улице. И, соответственно, начиналась она еще там от Крымского прода на Москве-реке и дальше туда шла вот на Смоленск, вот по этой улице. В 18 век улица называлась Савинская, по Ближнему Савину-подворю и Савинскому монастыря, Савину-монастырю. Все тут Савинские трилки, да, Большой и Малый Савинский трилки тоже. Недалеко от этой улицы находится, там около Москвы-реки. Вот, и также называлась Смоленская улица. Ну, понятно, соответственно, по направлению Смоленска, а также по церкви Смоленской иконы Божьей Матери на углу улица Плющиха и Смоленской улицы, которая была разрушена в 1933 году. Ну, а потом, в 18 веке, эта улица уже получила современное название, по находившему здесь кабаку Плющиха. Ну, а почему кабак был назван Плющиха, это, я думаю, никто уже не знает. Никто уже не скажет. По крайней мере, никаких толкований точно, так сказать, счет нет. Можно только фантазировать, что бы это могло значить. Вот. Ну, и здесь, на этой улице, находится довольно много жилых домов. Они разные, и в основном, до советские или советские. Это пятиэтажный дом по драму 9, строение 4. Вроде он до советский. Шестиэтажный дом по драму 11, начало 20 века. Семиэтажный дом по драму 13, 1938 года постройки. Он для дома военных, в нем жили многие сотрудники военно-разведки Советского Союза. Четверхэтажные дома по драму 16, строение 1 и 2, начало 20 века. Пятиэтажка по драму 18, 1937 года постройки. Ну, такая типичная советская пятиэтажка. Трехэтажный дом по драму 20, начало 20 века. Восьмиэтажный дом по драму 22, 2000 года постройки. И, в общем, это единственный такой постсоветский дом, и самый современный на этой улице 2000 года. В чем восьмиэтажный. Пятиэтажный дом по драму 26, начало 20 века. Телемодерна, на первом этаже у него самогнолий, мясной и хозяйственный магазин. А также девятиэтажка по драму 27, 1979 года постройки. Трехэтажный дом по драму 30, конца 19 века. Шестиэтажный дом по драму 31, начало 20 века. Это бывший доходный дом Щербаковой. В 1331 году старое здание было настроено. Кроме того, построили новый корпус. Ну, к этому зданию очевидно. Девятиэтажный дом по драму 33, с 1665 года постройки здесь магазин рыболов. Шестиэтажный дом по драму 37, начало 20 века. Идет реконструкция зданий под клубный дом Бунин. Ну, возможно, он уже и создан. Вот. Ну, и искать, все это будет, по сути, новый дом. Потому что реконструкция обычно у нас называют просто постройка нового здания. А это все, так сказать, так, это, ну, для прикрытия, типа реконструкции, чтобы ничего не говорили. Девятиэтажный дом по драму 42, в 1377 году построили. Суне сам гастрономир, аптека и другие организации. Пятиэтажный дом по драму 43, 47, в 1358 году постройки. Со школы восточной культуры, клуба Мушу и магазином сувениров и так далее. Шестиэтажный дом по драму 44, начало 20 века. Шестиэтажный дом по драму 53, начало 20 века, в стиле в Севдоготике. Это бывший доходный дом Баумгартнера. Здесь есть студия Дмитрия Маликова, магазин Ника, кафе Пикарни Волконский, магазин и салон стоматология. Это последняя квартира, московская квартира Андрея Белого поэта. Дом перестраивался неоднократно, постепенно у него появились крылья с боков и сзади. И, наконец, пятиэтажный дом по драму 58, 1331 года постройки. А кроме того, на этой улице не меньше и всяких нежилых объектов. И вот давайте я о них немножко расскажу. Это стадион Буревестник под номером 5, который относится сейчас к московской медицинской академии имени Сеченова. Стадион построен еще в 1909 году. Есть тренажерный зал, салоны, теннисные корты. Зимой заливает котов. Ну, то есть там есть открытая часть, закрытая. Соответственно, да, на открытом воздухе и закрытое есть помещение. Но вход только по студенческим билетам, соответственно, от медицинской академии Сеченова. Просто так не пускают. Вроде как. Офисный центр по номерам 10, четырехэтажное здание с мансартом. Здание бывшего союза «Шахтстроя». Впоследствии было выкуплено банком и был настроен еще один этаж. Раньше был трехэтажным. Еще мансарду сделали. Далее. Офисы находятся в бывшем доходном доме Глинского по номерам 11, строение 7, построенном в начале 20 века. Рядом находится шестой отдел ДПС на спецтрассе по номерам 11, а это бывшая усадьба, которая принадлежала в некоторое время семье Льва Полстого 18-19 веков. В 1840-х годах здесь жил профессор Армфельд, у которого бывали Аксаковы, Погодин и Гоголь. Далее. На улице находится поликлиника управления делами президента, здание по номерам 14, детский сад и школа. Детский сад номер 16, здание двухэтажное. В 1885 году постройки, а школа, здание по номер 39, четырехэтажное. Здесь есть класс, ориентированный на поступление финансовой академии при правительстве России. Также есть хоровой класс, фитнес-класс, художественная студия. Ну, тут такая многопрофильная школа, разноплановая. Дальше большую долю участия составляют дети-слушатели войны Академии Фрунзе, которая рядом находится, соответственно, проезд девичьего поля. Также на этой улице находится поликлиника по номеру 42, строение 1. Ну и, наверное, один из самых главных объектов, это общевойсковая Академия вооруженных сил России. Задание по номер 55, построенное в 1337 году. В этой Академии учился Фрунзе. Почему он наносит его имя как раз? Также работали многие генералы и учились. Это генерал Антонов, Сергей Бирюзов, Леонид Говоров, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский, Федор Толбукин, Василий Чапаев, ну и многие другие. Такое монументальное здание, расположенное у девичьего поля, высокий восьмиэтажный объем аудиторного корпуса, самого главного, который задает монументальный масштаб этому зданию. Академия занимает целый квартал и имеет типичный для конструктивистов асимметричный план. На обширном и протяженном стилобате справа его края выступает массивный параллелепипед постамента, на котором первоначально был установлен макет танка, который потом заменили уже на боевую машину пехоты, БМП. Главный фасад аудиторного корпуса, прорезан квадратными окнами и ячейками, антаблемент стилобат, опирающийся на толстые низкие, облицованные черным лабрадоритом колонны, создает ощущение парящего над землей сверхмассивного объема. Стилобат прорезан квадратными низшими клеймами, в которых вписаны повторяющиеся эмблемы серкомолот на фоне пятиконечных звезд. За аудиторным корпусом в 1936 году было сделано общежитие, соответственно, для слушателей этой общевойсковой академии. Ну и рядом находится главный офис Ростелеком Центр по номер 55, а на другой стороне улицы находится посольство Южной Кореи, ну чуть туда, за этим зданием общевойсковой академии. Пользовались в Южной Корее номер 56, ресторан Тинатин по номер 58, строение 1А, который принадлежит против когтини Канделаки. И офисный центр по номер 62, двухэтажное здание с андриками над окнами и русловкой. Ну, естественно, очевидно, это довольно уже старое здание, может быть, начало XX века. Также на улице находится бассейн, тоже Министерского университета имени Сеченова по номер 57, вот, за общевойсковой академией. Открыт в 2015 году, раньше здесь находилось здание, которое было построено в 1339 году, в котором в 1390 году был вещевой рынок. И это здание сети в 2013 году, потом построили этот бассейн и открыли в 2015 году. Он находится прямо около сквера Девичьего поля. Так что, вот, можно искупаться и тут же погулять в Москве. Еще интересное здание на этой улице, это бывший дом-замок врача-гинеколога Снегирева по номер 62, усадьба профессора Министерского наук Владимира Снегирева, была построена в 1894 году. Вот, и здесь как раз жил основоположник отечественной гинекологии профессор Владимир Снегирев. Вот, в университете он преподавал 28 лет, создал свою школу, а также Московское общество акушеров и гинекологов. Вот, клиника, носящего имя, находится тоже неподалеку здесь. Это бывшая клиника женских болезней Московского университета, ныне клиника в шествии и гинекологии имени Снегирева, прием Министерской академии имени Сеченова. Ну, а сам вот этот вот дом Снегирева представляет собой такой маленький замок с островерхними крышами, башенками и балкончиками. В советское время дом менял хозяев, постоянно приезжал в разные ведомства, ну, то есть административные всякие организации занимали. Ну, возможно, даже здесь были явочные квартиры сотрудников разведки, что неудивительно, потому что рядом находятся, соответственно, войсковая академия. Ну, сейчас усадьба доктора Снегирева находится в плачевном состоянии, ее все пытаются как-то продать, или как-то ее там, в том числе путем каких-то мошеннических схем, ну, как-то все, ничего, пока не знают, что с ней делать. Ну, и в конце этой улицы находится, действительно, пожалуй, самый интересный объект на этой улице, ну, помимо, там, общевойсковой академии, это, ну, ныне, соответственно, арт-центр на Плющике называется, здание по 064, но вообще-то все знают его как Дом культуры завода Каучук. Вот, он действительно был создан для работников завода Каучук, а завод располагался между улицами Усачева, Малой Трубецка и Хремова неподалеку, тоже здесь в Хамовниках. Здание было построено в 1929 году, и первоначально называлось клубами десятилетия октября, в честь даты начала изведения этого здания в 1927 году. Ну, октября, в смысле Октябрьской революции, да. В 1981 года этот клуб занимает Московский театр-сфера, а в 1984 году он переехал в Сатер-Метаж. Сейчас идет обновление фасада здания, и полностью установлен кассовый вестибюль с трибунами на Кровле, охваченный двумя лестницами, ведущим фойе клуба. Идет ремонт внутренних помещений, также напротив клуба тротуара выложили брусчаткой. Вот. Ну, вроде как. Сейчас тут вот арт-центр находится, да, и китайский ресторан, также. Вот. Он находится на перечении вот этой улицы Ключихи, второго Труженика-Переулка. Ну, составлен из нескольких простых геометрических объемов, адели цилиндрический вестибюль главного входа, с охватывающими его дугами лестниц, за которыми вырастает лиминирующий массив зрительного зала с проходными коридорами фойе, получивших форму четверти цилиндра. Боковые прямоугольные корпуса примыкают по Ключихе и Друженику-Переулку с ленточным остеклением. Вот. Ну, сейчас тут вот арт-центр, вот, состоит из трех залов, есть молодежный зал, где днем можно покататься на роликах, скейтборде. И здесь же китайский ресторан, находится золотой дракон Бахай, интернет-капе и танцевальный зал. Вот, так что вот так. Ну, в общем, всякие тут мероприятия вставили. Ну, в общем, видите, на этой улице довольно много интересных зданий. Есть, конечно, и современные какие-то, советские, которые не очень интересные, но в основном здесь много всего того, что можно было вполне посмотреть, поэтому, думаю, будет здесь довольно интересно. Ну, равно как вообще в Помогнику, там практически любая улица, она представляет собой интерес и по истории, и по современности, и по эстетике. Есть места, где можно погулять, рядом с Вердеевичем поле, так что приезжайте от метро Смоленское, лучше пройти или пешком, или через Смоленскую улицу, или на автобусах 64-132, которые проезжают практически всю улицу. Ну, или по другим маршрутам, там сейчас какие-то новые тоже запустили маршруты. Смотрите тоже по карте, там по своим каким-то маршрутам, по цели, по обстановке. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.